Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите шестой выпуск дайджеста новостей Аватар Технологий. Все самое интересное за последние 7 дней мы собрали для вас в одном видео. Подписывайтесь на наш канал, находите нас в социальных сетях, оставляйте свои содержательные комментарии. А сейчас мы начинаем шестой выпуск дайджеста новостей в сфере технологий искусственного тела и кибернетической медицины. Продлить жизнь до 500 лет, пообещал президент венчурного подразделения Google. «Я уверен, что прорывы в области медицины и развития биомеханики позволят человеку жить до 500 лет», заявил в интервью Bloomberg Билл Мэрис, президент Google Ventures. Google Ventures пообещала инвестировать 425 миллионов долларов в стартапы, которые занимаются борьбой со старением. В этот раз 125 миллионов были специально выделены на стартапы, работающие в Европе. Первое в мире бионическое непульсирующее сердце было успешно пересажено здоровой овце и будет испытано на людях в течение трех лет. Инновационное устройство, созданное австралийскими учеными, заменяет биение вращением диска, который качает кровь по всему телу. Срок службы сердца Бивокор был увеличен на 10 лет по сравнению с предыдущими моделями, чему способствовала новая конструкция с использованием магнитной левитации, которая предотвращает износ компонентов. Операция по замене здорового сердца на бионическое была проведена на овце группой хирургов из Австралии и США. Сердце животного больше не бьется, а на артериях нет пульса, но овца живет и выглядит вполне здоровой. Для того, чтобы перейти к испытаниям на людях, была запущена краудфандинговая компания, цель которой собрать 3 миллиона 800 тысяч долларов. Парализованная женщина смогла силой мысли управлять истребителем F-35 на авиасимуляторе. Эксперимент с участием 55-летней Ян Шойерман является частью правительственного проекта под руководством DARPA. Ранее эта парализованная пациентка уже принимала участие в разработке бионической руки. В новом эксперименте парализованная женщина управляла истребителем F-35 на профессиональном тренажере сигналами, снимаемыми с коры головного мозга напрямую. Мы видим будущее, в котором можно освободить свой мозг от ограничений человеческого тела. Только представьте себе, сколько удивительных вещей ждет нас по другую сторону открытой нами двери, заявила руководитель DARPA Арати Прабхакар. Французские нейрофизиологи внедрили ложные воспоминания спящим мышам. Ученые имплантировали в мозг мышей два электрода – в гиппокамп, который является центром памяти, и в центр удовольствия, где пережитый опыт приобретает позитивную окраску. В процессе исследований ученым удалось понять алгоритм работы нейронов и записать в мозг мышей воспоминания об удовольствии, которые эти якобы получали при посещении определенного уголка клетки. По мнению ученых, результаты исследований открывают дорогу для экспериментов с памятью человека и в будущем могут быть полезны в лечении психических расстройств. Американские ученые разработали полимер полистат, инъекция которого улучшает свертываемость крови. Треть всех смертей в результате полученных травм происходит из-за потери крови. Специалистам из Вашингтонского университета удалось разработать полимер, усиливающий естественные пробки, образующиеся в организме под воздействием фермента тромбина. В результате уменьшается вероятность внутренних кровотечений. По словам ученых, полимер будет готов для клинических испытаний на человеке в течение пяти лет. Ученые из университета Синьхуа создали уникальный самодвижущийся мотор из жидкого металла. Химический состав устройства довольно прост. Это сплав галия с и оловом. Если поместить его в раствор гидроксида натрия или в обычный соляной раствор, добавив туда алюминиевую стружку в качестве топлива, капля начинает двигаться. При этом она способна перемещаться по прямой в течение часа и даже преодолевать препятствия, как это делал терминатор Т1000 из легендарного блокбастера. В движение мотор приводит зарядовый дисбаланс, из-за которого возникает перепад давления между передним и задним краем капли, что толкает ее вперед. При реакции алюминия с гидроксидом натрия выделяются пузырьки водорода, которые придают роботу дополнительное ускорение. И в качестве бонуса посмотрите видео, в котором актеры Роберт Дауни-младший дарят бионический протез семилетнему мальчику Алексу. Роберт Дауни-младший выложил на своей странице в Facebook трогательное видео, в котором он в образе Тони Старка дарит мальчику бионический протез, повторяющий руку железного человека. Семилетний Алекс родился с частично развитой правоконечностью. Протез для него был напечатан на 3D принтере. Создал его ученый Альберт Монеро из университета Центральной Флориды. Он является одним из основателей коллективного проекта Либбитнес, который продвигает подразделение OneNote компании Microsoft. Напечатанный на 3D принтере протез обошелся всего в 350 долларов. Рука оживает благодаря специальному датчику, который способен обнаруживать электрические импульсы из бицепса, куда он прикреплен. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем обзор новостей за последние 7 дней. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои содержательные комментарии, находите нас в социальных сетях и до новых встреч!